Количество дорожно-транспортных происшествий в Чувашии продолжает расти. Анализ последних пяти месяцев показал, что самые аварийные дни недели – среда и пятница. А виновниками ДТП чаще всего становятся молодые люди, которые превышают скорость и нарушают правила дорожного движения. О том, как госавтоинспекция собирается бороться с правонарушителями – в нашем сюжете. За пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го зафиксирован значительный рост ДТП. Среди выделившихся районов – Аликовский, Порецкий, Канажский и Янтиковский. Увеличилось и количество дорожных происшествий из-за нарушения правил пешеходами. Основные происшествия – наезд на пешехода, столкновения и опрокидывания. Мы впереди уже запланировали фотофиксацию. Три комплекса для выявления, в которых водитель не уступает пешеходам. Очень слаженно работал комплекс, он не работает на Гагарина и Янгельце. Вы видите сами, что уже там доронтранспортные происшествия уже прекратились. В связи с тем, что фотофиксация, программный комплекс «Поток» – это пилотный проект. Антирадары не берут. Это не как в других городах республики, регионах России. Она показывает нарушение правил доронтранспортного движения, кто не уступает пешеходам. Особое беспокойство у автоинспекторов вызывают мотоциклисты, водители скутеров и мопедов. С начала года произошло 24 ДТП, в которых 30 человек получили ранения. Выявить и предупредить дорожные происшествия помогают приборы фото-видеофиксации. Поэтому в планах госавтоинспекции в течение года увеличить их количество в Чебоксарах и на проблемных дорогах республики. К тому же, благодаря такой системе наблюдения и взысканным штрафам, казна республики уже пополнилась на 50 миллионов рублей. Проблема остается на территории республики федеральной трассы и республиканской дороги. Начиная с Чебоксарский район, Тивильский район, Канажский, Комсомольский, планированных на федеральных трассах. И республиканской автодороги, это Сурска, до Аллатыря. Берем населенные пункты, берем где школы, не там, где хотим что-то. И где есть возможность подключения электропитания. Проблема только в этом. Кроме приборов, на дорогах Чуваши совсем скоро появится знак фото-видеофиксация и дорожная разметка, которые будут обозначать, что на данном участке дороги осуществляется фото- и видеозапись. Мы не думаем, что она просто так стоит. Она будет стоять на стационарных участках, где сегодня работают. Она будет стоять на муляжах. Мы ставим трехножки под эти приборы, то есть наши переносные. Мы еще разработали антивандальные. Наши фотофиксации, вы видите, уже на трассе М7 заварены, красиво все сделаны. Инспектор ДП, чтобы не сидел, не охранял, потому что у него работа другая, устанавливается этот прибор, закрывается полностью. И она работает в течение того периода, когда инспектор приезжает вечером, забирает и потом сдает правил дорожи. Потому что мы новые методы должны разработать, что-то должны искать. Установка знаков начнется с 1 июля. А пока все силы госавтоинспекции будут направлены на предстоящие выходные и праздничные дни. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.